В Украине более 100 тысяч детей без родительской опеки. С каждым годом эта цифра увеличивается на 8 тысяч. Одни попадают в интернаты, другие в Центры социально-психологической реабилитации. Часто у государства хватает денег лишь на оплату коммунальных услуг и зарплаты воспитателям. Одевать, обувать и кормить детей помогают волонтеры. Уже много лет о воспитанниках заботятся и в Благодарительном фонде возрождения. На днях сотрудники этого фонда привезли подарки детям Центра социально-психологической реабилитации в городе Сумы. Папа гусак, а деканчатка гусенятка. Юные, взрослые и совсем маленькие. Кого-то из них бросили, других забрали из неблагополучных семей. Кто-то уже в раннем возрасте приступил закон. В этом Центре реабилитации 52 воспитанника. Многие проводят здесь по целому году. В первую очередь для них важна психологическая реабилитация. Находясь в Центре, многие дети осваивают новые умения. Маша занимается рисованием. А что ты любишь рисовать? Обычно, на каком-то? Глаза. Глаза? Да. А почему? Зеркало души. Когда вырастет, мечтает стать дизайнером деловой одежды. Уже разработала десятки нарядов. Был виск с воротником красивым. Потом юбка, карандаш. Сток и талии. Сдержанные туфли. Но главная радость для детей – подарки. Сладости, фрукты и витамины детям привезли от благотворительного фонда Владимира Мунтяна «Возрождение». Кто просил, получил и новую одежду и рюкзаки. Ну, штаны и шарики. Штаны и шарики. Классные штаны? Ты такие ходишь? Такие. Да? Где ты будешь? Гулять на кем? Когда мы на свято будем ходить. Когда я приезжаю гулять. Да. В литр. В литр? Да. На свято? Что, когда будешь гулять? На свято. В центре от фонда передали и новый принтер. Его установят в компьютерном классе. За состоянием техники здесь следит Женя. В центре он уже год стал старшим в компьютерном классе. Учится писать программы. Язык Python. И через него я могу найти, допустим, дискриминант, прописать команду. И когда пользователь вводит корни, то он находит, есть ли корни в квадратном уровне или нет. Хочу стать программистом. Этот компьютерный класс оборудовали именно благодаря помощи фонда, говорит директор центра. Наш заклад саме потребует помощи таким детям. Потому что это дети-сироти, дети-позбавленные, дети, которые уже браковали, дети, которые были покинуты родителями. Фонд «Відроджения» współпрацюет с нами второй год. Первая наша встреча была, когда проблема была в компьютерном классе для детей. И именно они отгукнулися и помогли нам придбать. И так же они завитали до детей с витаминами, с одягом и игрушками. Кроме центров социально-психологической реабилитации, ежемесячное возрождение помогает и домам, где находятся дети с ДЦП. Курируют детские отделения в онкоцентрах, говорит глава фонда Владимир Мунтян. Это конкретное направление дети с ДЦП, дети-инвалиды, и дети с онкологией. Получается, наша задача в данном случае, да, это помочь ребенку, вот, который, к примеру, в доме инвалидов, да, там, помочь ребенку, чтобы его жизнь, она была улучшена. Выделяем деньги на питание ежемесячно, да, потом на памперсы, потом на разного рода лекарства. Делаем операции, полностью проплачиваем, да, операцию, реабилитационный процесс, весь там, все, что нужно. Очень важно для нас, чтобы ребенок после 18 лет не переходил в дом инвалидов и престарелых, а чтобы он мог жить самостоятельной жизнью, идти на работу как полноценный человек, создавать семью или идти учиться. Кроме этого, фонд оказывает помощь на приобретение медикаментов и оборудования 56 онкоцентрам и другим медицинским учреждениям Украины. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Продолжение следует...